Пустим, в Соединённых Штатах на знаменитых кирпичных овалах, но, тем не менее, тоже здесь много чего интересного происходит, иначе зрители бы не ходили. Аналог серии Наскар, европейского, как говорится, разлива. Аскар, так называются эти гонки, и нам предстоит посмотреть шестой раунд соревнований, но для начала давайте вспомним, что там было интересного на предыдущем раунде, тем более, что он сблокирован с шестым, как это обычно и бывает, по две гонки подряд проводятся в этой серии. Здесь же, на этом же британском овале в Рокингеме проходили упорнейшие бои, надо сказать, как и обычно, чреватые многочисленными завалами, поломками, ударами о бетонную стену. И очень хорошо в этой гонке до определенного момента смотрелся предыдущий чемпион, точнее, предпредыдущий 2001 года Джон Миккелл. Довольно рано из гонки выбыл ветеран Тони Кинг под номером 17, и его Шевроле Монте-Карло прекратил борьбу, но была машина разбита не до такой степени, чтобы не надеяться вернуться в шестом раунде, поэтому, чем черт не шутит, может быть, мы его и увидим в следующей гонке. Ну а рестарты следовали один за другим, после аварии, как правило, выбрасываются желтые флаги. Вот это был один из самых больших завалов, спровоцированный Алексом Линдса. Под номером 4 колумбиец выступает друг Монтои, но еще более серьезно, чем его машина, пострадали машины Стива Хорсона и Оли Плейла, любимцев местных болельщиков. Надо сказать, что Оли Плейл, 18-летний парень, конечно, очень горячий. А вот сейчас Джон Миккел атакует Михаэля Вергерса. Вергерса очень легко отличить от всех остальных. Под 96-м номером его форт красного цвета. Счел разумным голландец пропустить неугомонного Джона Миккела, но этим заодно воспользовался и Ян Маккеллер-младший. Маккеллер в этот раз был неподражаем. Вот он под 25-м номером. Он в итоге, забегая вперед, скажу, и выиграет эту гонку. Вот здесь его поединок с Джоном Миггелом. И надо сказать, что Маккеллеру-младшему хладнокровие не изменяло. В отличие от Джона, уж больно часто Джонни в этом году не находит прямой дорожки к финишу. И вот сейчас очередная попытка атаковать. Он слишком сильно выворачивает руль. Что здесь, естественно, не то же самое, что и на шоссе. А несколько иначе все выглядит. И удар о стену был сильнейшим. Джон Миккелл сходит с гонки.